Друзья, всем привет! Сегодня я буду заниматься очередными заготовками на зиму. У меня выросла уже вот такая большая петрушка. Это сорт богатырь. А сегодня я буду ее срезать очень активно и буду сушить в своей новой сушилке. Я весь процесс вам покажу. Вот я уже нарезала почти полный тазик. На сегодня у меня еще по плану срезать мелиссу. Сейчас я вам покажу, где у меня мелисса растет. Значит, вот у меня вот здесь рядом с теплицей растет целый рядочек мелиссы. Я делаю мелиссы обычно примерно три срезки. Вот сейчас именно, когда ее я буду срезать, в ней очень много эфирных масел. Вот это в первой срезке. Срезку я делаю обычно утром. Сейчас, наверное, может быть, часов 10, примерно в утренние часы, я срезаю мелиссу. Ее чем больше срезаете, тем она лучше отрастает. Мелисса – это лимонная трава или лимонная мята, по-другому ее называют. Это очень ценная травка. Она выращивается без всяких проблем. Агротехника очень легкая. Я выращивала ее из семян. Сеяла мелиссу я на рассаду. В прошлом году, вернее, в позапрошлом году. Вот одного пакетика достаточно было. Вот с одного пакетика разрослись вот такие кусты. Мелиссу я добавляю в чай. Очень люблю. Чай получается очень ароматный, вкусный. Также можно несколько листочков мелиссы добавлять в салаты. Можно в соусы добавлять. При засолке огурцов можно мелиссу положить. Огурчики получаются очень хрустящие. И вообще мелисса с медицинской точки зрения очень полезна. Она укрепляет сердце. Ее можно принимать от бессонницы. Она действует как успокаивающее средство, спазмолитическое. То есть снимает спазмы очень хорошо. Особенно спазмы желудочно-кишечного тракта. Мелиссу также снижает давление, укрепляет зрение, укрепляет нервы. В общем, трава во всех отношениях очень полезна. Противопоказанием служит пониженное давление и редкий пульс. На мелиссе очень хорошо настаивать вино. Вино получается с очень оригинальной ноткой. В общем, сейчас я эту мелису тоже срежу. И вам покажу процесс сушки в своей новой сушилке. На этой грядке, вот здесь, в прошлом году у меня рос корневой сельдерей. Более крупные корнеплоды я на зиму выкапывала. А мелкие корнеплоды я оставила в земле зимовать. И вот сейчас из них появилась очень хорошая зелень. Вот видите, у меня вот здесь перезимовал корнеплод. Ну вот это слабенький совсем. Вот здесь, то есть вот все оставшиеся корнеплоды дали зелень. Зелень уже довольно большая. Посмотрите, какая зелень. И я сейчас ее тоже срежу и подсушу. Хоть у меня сушеного сельдерей много, но не пропадать же добру. Вот еще сельдерей. Поэтому я вам советую, кто будет осенью делать уборку урожая, именно убирать корневой сельдерей, не выкапывайте мелкие сами корнеплоды. Пусть они у вас остаются в почве. Видите, они прекрасно перезимовали. И по крайней мере, очень рано весной начинает отрастать зелень. И вы можете эту зелень тоже собрать и насушить, или заморозить. И еще у меня на одной грядке растет котовник. Это кошачья мята. Вот у меня тоже ее целый ряд. Посмотрите, вот это все котовник. Здесь у меня ошиваются все коты со всей округи. Они приходят сюда и, в общем-то, жуют листочки. И им это кошачья мята очень нравится. А внешне котовник напоминает мелису. Даже на крапиву чем-то похож. Но листочки, конечно, совсем другие. Запах у котовника очень приятный. Такой лимонный, мятно-лимонный запах. Я его тоже заготавливаю на зиму и добавляю его в чай. Чай получается очень ароматный. Можно котовник вместе с мелисой в чай добавлять. Получается очень вкусно. Очень неприхотливое растение. Многолетнее. Ничего с ним делать не надо. Вредителей практически у него нет. То есть никаких проблем с выращиванием котовника не возникает. Очень сильно дает самосев. Очень сильно. Вот здесь у меня по краю молодые всходы были. Мне пришлось их все выдернуть и выбросить. И здесь я посадила эстрагон. Вот он еще маленький пока. В общем, здесь у меня такая грядка с лекарственными травками. Это в этом году я рассаду сажаю. Но он пока вот маленький. Вот эстрагончик. Он тоже разрастется, в принципе. Придется, наверное, его даже отсюда отсаживать. Так, сорт сейчас я вам скажу какой. А, ну просто вот эстрагон. Тархун по-другому называется. Вот упаковочка у меня от него. И я подсадила немножечко тимьяна. Вот он сейчас цветет уже. Но у меня его пока мало. Вот кустик маленький. Так что тут заготавливать мне еще пока нечего. Но пусть разрастается дальше. Ну и я быстренько забежала в теплицу, чтобы показать вам, как у меня сильно разрастаются помидоры. Я буквально снимала видео на прошлой неделе. Они были еще такие маленькие. В общем, у нас было очень холодно. И помидоры очень стойко у меня выдержали все холода. Я их замульчировала газетами. Здесь очень тепло. И они у меня цветут, активно дают пасынки. В общем, я уже устала эти пасынки убирать без конца. Так что рассада я очень довольна. Она у меня такая крепкая. Огурцы я пока не мульчирую, потому что для огурцов еще рановато мульчировать почву. Вот они у меня потихоньку поднимаются. Я их ничем тут дополнительно не укрывала. И вот в тот рядок, вот там, я еще подсеяла Клавдию. Вот она уже потихонечку всходит. В общем-то, вот маленькие всходы есть, уже такие редкие. И я хочу ее подсадить вот в те места, где у меня огурчики пропали. Вот там у меня огурчик, наверное, замерз. Вот в этом углу был огурчик, тоже замерз. И потихоньку входит дыня. Дыня у меня была посажена рассадой, но рассада у меня холода не пережила. И она у меня замерзла. Поэтому мне пришлось тоже вот в этот вот рядок подсевать вновь семена. Вот такая дыня у меня медовая сказка. Вот потихонечку всходы уже появляются. Вот они. Ну, у нас сегодня 17-18 градусов всего. То есть холодновато, конечно. Вот так что вот так чувствуют у меня сейчас растения в теплице. Вот помидоры пока укрыты в один слой, но газет я буду добавлять еще. Еще пару слоев газет я добавлю. В отдельном видео как-нибудь я с вами пробегусь по моим грядкам. Покажу, наверное, деревья, которые у меня растут. Назову сорта, малины, смородины, абрикосы, черешни и так далее. Расскажу, какие сорта у меня записано в тетрадочке все. И покажу, как растения чувствуют себя на грядках. И в теплице скоро мне будут устанавливать капельный полив. То есть приедут специалисты из Москвы, и они мне будут здесь делать капельный полив в теплице. И потом я тоже вам покажу, что из этого получится, и как все это будет выглядеть. Вот здесь в тепличке у меня черенки герани. Они все от холода посинели, но ничего страшного в этом нет. Все потом придет в норму. Я обрезала герань свою и поставила в воду на укоренение. То есть уже на черенках появляются маленькие корешки. И я потом их уже высажу в грядку на все лето. Ну вот срезала я зелень. У меня получился тазик целой петрушки. Далее вот здесь у меня мелиса. У мелисы я посрезала верхушки. Потому что так она будет еще... После этого она будет еще активнее отрастать. И срезала котовник тоже верхушки. Видите, как он похож? Вот мелиса. Смотрите. Вот мелиса. А вот котовник. Вот если вот так сравнить. У котовника более заостренные кончики. Запах чем-то... Запах похож тоже, но совсем другой, конечно. В общем, все травки полезные. И вот что я вам скажу. Выделите на своем участке обязательно какую-то грядочку под различные травы ароматические. Знаете, как приятно их зимой добавлять в различные блюда. Или в чай, допустим. Вот любой овощ вы можете купить. Морковку, лук, там еще что-то. Это все в магазинах продается. А вот такие травки... Ну, петрушка, ладно, петрушка тоже продается. А вот мелиса, котовник не в каждом магазине вы найдете. А если найдете, это будет стоить очень дорого. А тут буквально за 10 рублей купите пакет семян. И вырастите свою мелису, свой котовник. Там может быть душицу какую-то, там астрагон, розмарин. Много разных травок. Так что обратите внимание на различные вот эти вот ароматические травы, лекарственные травы, специи. Это экологически чистые травы получатся у вас на участке. И многие травки будут выращены собственными, вашими собственными руками. И они же еще очень полезны. И я уже приготовила свою новую сушилку. Об этой сушилке я снимала видео. Ссылку я вам оставлю внизу. Я уже все поддоны помыла, подготовила. Сушилка называется Валтера 1000. Классная сушилка. Сегодня я в нее буду помещать только травы. А вообще, конечно, в ней можно сушить что угодно. Не только травы, но и различные овощи, фрукты, ягоды. В общем, посмотрите видео. Там я более подробно об этой сушилке рассказываю. Что я сейчас буду делать? Сейчас я буду подготавливать всю зелень к сушке. Каким образом? Я буду все это промывать. Промывать в проточенной воде. Чтобы не осталось никакой пыли, грязи, может быть песок там где-то будет попадаться. Все это как следует промою. Нарежу на кусочки. Я буду резать не на очень мелкие кусочки. Потому что именно петрушку я потом в комбайне буду перемалывать. Перемалывать в такой, в порошок. Я вам в прошлый раз показывала. Вот у меня петрушка. Сейчас покажу еще раз. Вот у меня есть петрушка, которую я на комбайне перемалывала буквально вот в порошок. Она такая ароматная. Вот кто-то писал из подписчиков, что сушеная зелень это ерунда. Нет, не ерунда. Вы попробуйте. Вы, наверное, не пробовали никогда сушить. В сушеной зелени вот как раз-то и сохраняется очень сильный аромат. И мне даже кажется, что вот в замороженной петрушке аромата меньше, чем в сушеной. Сейчас я открою баночку, покажу, какой она, какого помола она получилась. Вот смотрите, какая мелкая. Мелкая-мелкая. Вот буквально две щепотки достаточно, чтобы придать любому блюду аромат петрушки. Вот. И занимает мало места. Потому что мне, конечно, место, у меня место ограничено. Поэтому я вот буду петрушку вот точно так же вот перемалывать. Далее точно так же я поступлю с этими травами. Мелиссу промою. Дам стечь воде обязательно. И мелиссу я буду резать уже на маленькие кусочки. И сушить для того, чтобы потом добавлять в чай. Ну и точно так же котовник. Итак, зелень я промыла и порезала. Вот здесь у меня петрушка. Получилось, вот смотрите, вот такие у меня корзиночки. Вот получилось сколько петрушки. Я прям со стебельками даже резала. Потому что, когда это все хорошо высохнет, я все равно через комбайн все буду измельчать. Так, вот столько у меня получилось мелиссы. Тоже посмотрите, какая корзиночка. Вот мелиссы. И вот столько, значит, в полный вот такой тазик получился котовника. На первый взгляд вам, наверное, покажется, что этого слишком много. Но на самом деле, после сушки, конечно, это все усохнет, как говорится. Да, влага выборется лишняя. И из килограмма, дай бог, может быть, получится грамм 200. Примерно, как бы выход готовой сушеной продукции. Ну, примерно где-то так. Значит, сейчас я буду кладывать в поддоны. У меня у сушилки 10 поддонов. Значит, вот эта крышка. Крышку я пока снимаю. Она нам нужна. Поддоны я все помыла. Вот я сейчас вот так возьму поддон. И буду сюда тонким слоем раскладывать травы. Значит, сейчас я разложу и покажу, как у меня все получится. Эх, красота какая у меня тут получилась. В общем, смотрите, ситуация такая. Мне не хватило поддонов. Значит, в комплексе к сушилке идет всего 5 поддонов. И я 5 еще у производителя заказывала отдельно. Так вот, у меня 10 поддонов. И я их все заняла. Значит, 4 поддона у меня под петрушку получилось, под мелису и 3 поддона под котовник. Котовник я уместила весь на 3 поддонах. А вот мелиса и петрушка у меня остались. Что я сейчас сделаю? Я вот эти все поддоны сейчас на сушилку и буду сушить в течение где-то 5 часов примерно. У меня должно все уже высохнуть. Вот. И посмотрите, сколько у меня еще осталось. Значит, вот сколько осталось петрушки и мелисы. Вот это все пойдет у меня на второй заход. То есть, когда освободятся уже вот эти поддоны, я завтра высушу вот эти вот остатки. Вот посмотрите, вот это основание сушилки. Вот отсюда будет исходить теплый воздух. И я ставлю поддоны. Значит, ставлю котовник. Так, вот так котовничек ставлю подряд, друг на друга. Работа сушилки устроена таким образом, что здесь воздух идет по бортикам, по окружности. Сквозь вот эти решетки проходит воздух и еще и посередине. То есть, продукция будет сушиться со всех сторон. Причем, чем хороша эта сушилка, то, что одновременно можно разные продукты в поддонах укладывать. Вот с зеленью даже можно любые фрукты и даже мясо можно. И запахи здесь не перемешиваются. То есть, вот эти мне сушилки, конечно, очень нравятся. Так, ну вот, котовник установила. Так, теперь устанавливаю мелису. Если у вас, допустим, зелени не очень много и вы заполнили всего лишь два или три поддона, то производитель рекомендует поставить все-таки еще парочку поддонов пустые. Ну, в общем-то, это так по технологии положено. Плотно не набивайте зелень на поддоны, чтобы обязательно оставались, как бы, вот такие вот свободные участки, сквозь которые может проходить воздух. И в процессе сушки вы можете поддоны менять местами. Если, допустим, у вас в нижних поддонах быстрее подсыхает, а в верхних поддонах у вас будет еще пока трава не очень подсушена, вы можете, не останавливая сушилку, аккуратненько просто эти поддоны снять быстренько и поменять их местами. Какие-то поставить наверх, допустим, а какие-то поставить вниз. Так, мелису я поставила. И теперь я наверх устанавливаю петрушку. Вот такая башня у нас с вами получилась. Итак, закрываем крышечку. Так, вот у меня 10 поддонов полностью заполнены травками. Сушить мы будем при температуре где-то 35 или 40 градусов. Выше не надо. Примерно на 5 часов. Итак, включаем. Значит, смотрите, у сушилки очень легкое управление. Вот это включить и выключить. Сейчас я включу. Шум будет примерно как у холодильника или как у фена. Ну, примерно вот так. Сейчас вы услышите этот шум. И вот здесь регулятор температуры. Включаем. И устанавливаем на 35 градусов. Засекаем время. И через 5 часов наша трава должна уже подсушиться. Вот из этого отверстия дует ветерок. Пока прохладный. Сейчас тенна нагреется. И отсюда будет теплый воздух идти. И через 5 часов я вам покажу результат сушки. В общем-то, 6 часов оказалось мало для сушки. И поэтому сушилку я сегодня гоняла 8,5 часов. И мне кажется, что завтра даже мне придется немножечко еще досушить. Но у нас уже первый час, поэтому я, конечно, и выключила ее. Я вам советую не сразу выключать сушилку, а поставить регулятор. Вот у меня было на 40 градусов. Поставить регулятор вниз просто на прохладный обдув, чтобы сушилка еще поработала и охладила тены, и охладила саму продукцию, которая находится у вас в сушилке. Открываем. И вот смотрите, как усохла зелень. Подсохла. Она уже шелестит. Шуршит. Видите, как стало мало на поддоне, а было, в принципе, забито все. Но я чувствую, что еще присутствует немного влаги. И поэтому на сегодня я оставлю все так, а завтра, может быть, еще на часок я сушилку все-таки включу. Включу, немножечко еще подсохну. А так, в принципе, вот уже, видите, потемнела травка и уже стала такой на ощупь, вот она шуршащая. В общем, скорее всего, наверное, часов 10 уйдет на сушку. То есть можно на ночь включить, и к утру у вас уже будет сушеная зелень. И я хочу сказать, что в этой сушилке отсутствует автоматическое отключение. Поэтому здесь вы по времени должны отключить вот эту сушилку сами. Ну вот, в общем-то, я вам показала сушилку в действии. Завтра я буду раскладывать всю зелень, готовую, по баночкам. Подписывать каждую баночку. И убирать в шкаф на длительное хранение. Я вам еще советую не закрывать сразу емкости с травами крышками. Пусть несколько дней они постоят без крышек. Ну, а на сегодня все. У кого какие-то есть вопросы, задавайте под этим видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Татьяна. Всем хорошего дня. Пока-пока.